Всем привет, у меня сегодня был открытый урок в школе голоса, я пробовала себя в роли актера озвучки и говорила, в общем, озвучивала всех женских персонажей из тизера фильма Люди Икс, забыла, как называется эта часть, короче, которую я не очень люблю, вот название фильма, проходите, что-то у них голоса похожи даже, лёгко, какой зарум большой, надевайте наушники, Короче говоря, Дима работает в школе голоса, звукорежиссёром Да-да-да, мне он рассказывал, просто у них, знаете, ещё реклама была прикольная с Джеком Воробьём Не только, и он вот, в частности, ведёт иногда отрытые уроки вместо актёров, и вот сегодня у него Он мне рассказывал такой кекис, что он на ютубе у себя на канале делится, считай, бесплатно охуенной полезной информацией, и всем поебать вообще никто не смотрит, а при этом там, ну, за огромные бабки это всё преподается, то есть, как бы такой пиздец Он должен был прийти всего лишь один человек, и он позвал меня Надеюсь, это не секрет Не то чтобы для количества, он мне давно про это говорил, вообще Дима говорит, что у меня, типа, клёвый голос и всякое такое, ну, вот, и... Ну, как бы, да, надо своих пыхать В России, господа, в России только кумовство работает, только кумовство и, соответственно, связи и вся хуйня Надо всё везде своих, там, надо это, и за счёт своих тоже везде толкаться И так случилось офигенно, круто, что человек, который должен был прийти, он не пришёл И Дима мне провёл, в общем, индивидуальный урок Мой преподаватель не сегодня Да, привет, сегодня у нас открытый Мамзель забита, ребят, всё, всё, всё И мы с вами будем смотреть на выключенный телевизор Класс, класс Короче говоря, мы сначала с Димой долго ждали человека, который должен был прийти на урок, он в итоге не пришёл И мы начали заниматься, и, естественно, первая часть это всякие вот эти вот разминки, упражнения, скороговорки, которые терпеть не могу Но я прекрасно понимаю, что это нужно, я знаю, что все там дикторы и на радио, ну, в общем, везде, телевидение, даже блогеры Любые там люди, которые работают с голосом Я не этого не делаю, как бы, вот, Сергей Сокол точно не делает, но, ну, да, я тоже Но я слышал, что есть такие кекисы, что перед каким-то Тараториловым, по-человечески, если что-то делать, а не как я То надо там, типа, как это, как это, как это, как это, так это, так это, так это, так это, как это, как это, как это, как это, так это, так это, так это Такую херню, то есть, типа, разминать хрючево своё Но у меня, тфу-тфу-тфу, господа, к счастью, с дикцией всё и так не так плохо Так что, вот, я, ну, мы уже недавно экспериментировали на стриме Я, типа, практически сходу, чуть-чуть, может быть, притормозив, сложные слова могу произносить И вообще, я читать могу довольно быстро То есть у меня... Я думаю медленнее, чем могу говорить. Им действительно это нужно. Я это всё понимаю, но меня это вызывает такая... Ну, в общем, пришлось всё сделать. Поднимай руки, они сами опускаются. Теперь давай артикуляционная гимнастика. Нужно такая питьянка. Вот, кстати, артикуляционная гимнастика, это уже само по себе вот это словосочетание является артикуляционной гимнастикой. Такой вот, не знаю, считается ли это оксюмуроном, но вот что-то в этом роде. Это декция, декция. А вот хотя при этом, допустим, переключаться туда-сюда вот с языка на язык, как было в гачи, когда я делал гачи-кавер на гей-пати, вот это сложно. То есть вот прям мозг плавится уже, начинает. Ну теперь, что у нас там осталось? Ни хрена. 33 корабля лавировали, лавировали, лавировали. Ну, лавировали, 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 да не вылавировали. 33 корабля лавировали, 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 да не вылавировали. Ну, типа... Лавировали, лавировали, да не вылавировали. Чуть помедленнее можно. 33 корабля лавировали, 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 да не вылавировали. Вот, кстати, интересно, работает ли со скорговороками, что медленнее их, типа... Ну, короче, как с таймингом на гитаре, что медленнее надо. Если ты, типа, можешь быстро, это не значит, что ты можешь медленно. Да, не вылавировали. Я не знаю таких слов русских, просто в русском языке. Вылавировали как? 33 корабля лавировали, 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 да, не вылавировали. Так да или но? Да, ладно, пусть будет да. Да не вы, да не вы лавировали, и все, просто говоришь да не вы, и потом снова произносишь это же слово, то есть здесь есть такой лайфхак, король-орел, король-орел, бля, вот это да, король-орел, 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 да, да, здесь язык быстро ломается, король-орел, 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 да, что-то странно, действительно, Легко сломаться. Лоббировали, да не вылоббировали, да. 33 президента. Читериш ударением. Да, есть немножко. Да не выловировали. Но все равно, да не выловировали. Да не выловировали. Да не выловировали. Да не выловировали. Блэть, да. Почему гачки кавера, это так смешно? Блэть, ну потому что это прекрасно. Это особенно смешно, вот самые смешные гачи-миксы, именно вот на, если это самые какие-то такие пафосные мужские какие-то, ну вот Нурминский, у него на все песни очень смешно, то есть именно когда изначально задумывалось какое-то там пафосное мужество, а в итоге получается, ну, тоже пафосное мужество, вот. Ну, с Глебом тоже забавно, потому что у него там, типа, нежной любви к девочкам, да, там все такое, а тут тебе, блядь, получается, что как бы не совсем, ну, типа, именно от того, что все, во-первых, ложится смешно, во-вторых, ну, вот это вот оно как-то вот работает. Короче, сначала мы разминались, а потом я пошла вот в эту будку записывать голос. Ага, Nightmare тоже, знаете ли, сначала разминался, а потом пошел в будку к Леосу. Сразу стало суперстремно, и самый прикол в том, что ты вроде как понимаешь, что тебе нужно, понимаешь эмоцию, там, актрисы, да, понимаешь, что она говорит. Смысл петь ноты в метроном, то есть в вокале почти нет, мне кажется, такого, ну, типа, вокал — это самый последний инструмент, в котором важен тайминг, я бы так сказал, то есть за редкими исключениями, конечно. Ну, типа, если ты чуть-чуть не попал, там, в секунду, мне кажется, если в вокале ты не попал, типа, немного, это не так критично, как если ты в гитаре не попал. То есть там можно, типа, наоборот, чуть-чуть протянул, это будет, там, какого... Ну, то есть, конечно, лучше всего все контролировать, но, типа, в вокале все-таки другие вещи более важны. Я бы сказал так, тайминг, конечно, нужен, но это, наверное, чуть ли не последнее, что надо отрабатывать. То есть если он у тебя хотя бы чуть-чуть есть, этого хватит, именно в вокале. То есть понятно, что если ты как Димон будешь, допустим, там, условно, у тебя бэм-пэм-пэм в мастеров, и ты так же там споешь, типа, о, я, о, вот, то есть вот так, да, то не получится. А, ну, кстати, в рэпе важен как раз, наоборот, тайминг. В плане, там, ну, на английском, да, хотя бы, естественно, там есть текст. То есть ты все понимаешь, но как только начинаешь говорить, все идет, в общем, не по плану. Ты еще кто? Ну, конечно, это да. Угрожаешь мне? Не советую. Ну, эмоции, да, не так легко изобразить. Мне кажется, в начале совсем я прям все плохо сделал. Короче, у меня там некоторые реплики прям отстойные, а некоторые, ну, типа, в них уже есть какой-то намек на то, что, в принципе, с этим можно там работать, не знаю. Вот, и я сначала записала, очень долго, естественно, мы писали меня. Что за хуйня? Наверное, на обычном занятии, если было бы много еще к тому же людей, кто-то бы тупил, вряд ли так долго бы с этим человеком сидели, потому что, типа, на третий дубль, скорее всего, сказали, ну, типа, мол, норма, так сойдет. Но, поскольку мы были вместе с Джимми, у меня было чуть-чуть побольше дублей, чем у других, но не везде. Ну, и я, естественно, записывала голоса к женским персонажам, там, сколько у них, три, по-моему, в тизере. А потом мы записывали Джимми. Я еще и как звука что-нибудь была, но там вообще несложно, ну, кнопочку нажала и все. Она умрет. Но она наша подруга. Она уже не так жива. Если честно, мне, наверное, больше понравилось, чем нет. Ну, то есть, если закрыть глаза на все, вот, опять же, эти комплексы стеснения, зажимы и прочее, то это достаточно интересно. Но, опять же, если всех этих зажимов тупых и загонов не было, то, скорее всего, я вообще была бы абсолютно другим человеком. Возможно, даже очень успешно, потому что это реально очень сильно все мне мешает. Вот, и поэтому как раз круто, что сегодня не было еще какого-то человека, потому что, ну, одна из моих проблем, потому что я, типа, плохо... В общем, мне... Добрый пантеон, к шизухе, барабанщицы, бау. ...высли в голову, и вместо того, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, я начинаю, типа, кок, айа. Так, спасибо большое. Самое смешное, Гачи, на сегоднях... Ну, подписывайтесь, ребят, типа, это... Слежь, слежь, яута, точка бы, слежь, вэтрик... Все подписывайтесь, как говорится, вот. Да, Саша, кстати, между прочим, в «Ты слышал» тоже за кадром находится, то есть надо понимать, что Джимми, он как ведущий, но, соответственно, Саша и Арсений, который помогал снимать клип на мою замечательную песню «Блядский цирк», это... Ну, то есть, как я понимаю, вот костяк, это они трое в команде. Хотя еще кто-то, видимо, еще что-то есть, меняется и так далее. Но вот как минимум... Тупить, думать о том, о чем не стоит, чем больше всяких вот этих вот лишних событий, людей вокруг и так далее, тем хуже я буду что-то делать, вот. Но, тем не менее, мне очень хочется пробовать какие-то вещи и очень хочется бороться вот с этими стеснениями и все такое. Короче, вашему вниманию предлагается супер офигенный тизер-блокбастер с офигенными голосами русскими. Там, короче, на стриме, сами знаете, чьем мамзель, походу, уже все-таки наподдала нормально, уже все, сработало. С классной озвучкой, с классным дубляжом. Уже окей. Дамы и господа, это Чарльз Ксавьер. Помощь пути. Блин, бесит, когда голос оригинала слышен. Миссия в космосе? У меня прям мозг, я вообще, я пытаюсь как бы сосредоточиться на нужном мне голосе, но мне не выходит. Мне всегда прям дико бесит такая озвучка. Круто. Главное вернуть астронавтов домой. Вперед. Температура повышается. Нужно улетать. Держи. Держи. Ты! Блин, а я, кстати, стал подписчиком вообще или нет? Нет, да, давайте, я тогда буду сто, там, третьим или типа того, да? Смотришь, как тебя прозвали дети? Феникс. Вообще, ребят, такое, то есть надо понимать, что лучше, мне кажется, подписываться именно если ты будешь смотреть. А то я хер знаю, там на ютюбе есть агенты. Лучше скажи мне, кто ты? Со мной что-то не так. Когда я теряю контроль, случается ужасно. Но ощущения бесподобные. Это сила уничтожала все, чего касалось. Пока не появилась ты. Люди их за тебя боятся. Потому что их пугает. Они пытаются уничтожить. Она всех погубит. Она умрет. Но она наша подруга. Она уже не... Блять, это что вообще? То есть я пытаюсь понять сюжет попутно этого трейлера и по-моему какая-то хуйня вообще. Какая-то наша подруга, кто-то там умрет. Кто-то кого-то кидает. Какое-то вообще говно для малолетних долбоёбов. Угрожаешь мне? Точно. Не советую. Жив! Такие дела. Всем спасибо за просмотр. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете, получилось у меня или нет. Ну в том плане, понятно, что сейчас нет. Но есть ли у меня какие-то там, не знаю, намётки на то, что у меня может это в будущем получиться. Я не знаю, пойду ли я ещё на занятия. Как в чём, типа, может быть проблема? Ну потому что это был пробный урок, а потому что если я вдруг решу ходить на... Ну вот я, кстати, не смог бы, наверное. Ну типа, то есть не то, что не смог, мне было бы это явно не очень-то легко. То есть у меня как бы есть вонаби дикторские навыки, но я не уверен, что я бы смог, типа, эмоции, то есть, допустим, изобразить злость. Хотя у меня её нет. То есть прочитать какую-то, какой-то текст, изобразив при этом злость. То есть у меня именно изображение эмоций не очень хорошо получается. Ну то есть я буду либо переигрывать, ну и причём это будет дебильно, либо, ну, я не смогу. Вот, например, фраза «Они флексят под тоху бимжа». Просто прочитать её, типа, «Они флексят под тоху бимжа». Ну то есть я могу как-то просто. А допустим, «Они флексят под тоху бимжа». Ну то есть вот в лучшем случае изобразить ненависть или там злобу какую-то я могу просто подняв тон, и всё. То есть... ...занятия уже полноценно, то это будут по-любому групповые занятия. Я знаю, что, типа, пойду в группу и начнётся опять лишний дом эти мысли и так далее. Короче, да. Посмотрим. Вот этот звук прикольный в конце. Что это за музло? Вообще, мне нравится вот такой звук гитары. Именно такой, как в конце здесь. Ну, в общем, вот, посмотрели. Так, теперь у нас писька.